Это Копейка, 1978 год, именно оригинальная 0.1, не 0.11, не 0.13, купленная в свое время за 5 тысяч рублей и восстановленная практически в идеал. Общий бюджет проекта составляет порядка 300 тысяч рублей, но затраты еще только-только планируются. Она была полностью со сгнившими крыльями, с кривыми бамперами, частично недоукомплектована. Например, стоял неоригинальный салон, все это докупалось по отдельности, искалось по всей стране. Например, бампера у меня вот приехали из Хабаровска. Вы что сейчас, сложно найти бампера? Хорошие бампера, которые не сгнили без ржавчины на поверхностях, найти достаточно непросто. А вот это третий. Конечно. А сколько стоит бампера вот здесь покупать? Если покупать в идеальном состоянии, за один бампер можно отдать около 20 тысяч рублей. Это только балка, отдельно будут стоить клыки, еще тысяч 5-7. А вот эти ресницы, это что? Ресницы как раз таки являются новоделом, дань такой небольшой современной моде, просто чуть-чуть стилизовать ее под олдтаймер. А так, в принципе, никакой культурной ценности именно реснички не несут, сделаны из металла. Восстановлена практически в оригинальное состояние торпеда, она была треснушая, побитая, мы постарались восстановить кантики. Ёму, а запах вообще! Все кнопки, восстановленный орнамент, работает печка, полностью функционально действует, все работает. Но частично еще не хватает дверных карт на левую сторону, на правой стороне они есть, установлены. Салон после частичного восстановления, планируется его еще чуть-чуть лучше сделать, куплены карты в этот же цвет, найдены. Ременей пока что еще не установлены, да, нужно будет поставить... Приседение оригинальное без подголовки. Да, да, это оригинал. Очень опасно, потому что при аварии ничего не фиксирует шею. А зачем оно? Мне нравится восстанавливать... В этой машине, когда ты едешь по России, особенно по каким-нибудь областям, не в Подмосковье, а где-то на территории, то чувствуешь некое путешествие во времени, рефлексию по отношению к тому, что в России происходило тогда, что происходит сейчас. И в этой машине удобно наблюдать пейзаж, потому что остекление практически полное, так называемый аквариум. Приятно наблюдать, приятно смотреть. Здесь установлен в данный момент троечный двигатель. Он полностью был капитально отремонтирован, немножко форсирован в пользу того, чтобы увеличить пригодность его по отношению к современным маркам бензина, повышена компрессия в двигателе. Собственно говоря, заменен радиатор на более современный. А так, в общем-то, бесконтактная система зажигания. Все, в принципе, в оригинале старое. Вот стоит карбюратор, озоновский, классический. Двигатель полностью пересобирался, восстанавливался с нуля. Оригинальный двигатель 1.2 был снят с машины для того, чтобы провести более осмысленную его реконструкцию, более правильный капитальный ремонт. И вот я сейчас нахожусь в поисках недостающих материалов, зип-комплектов СССРовских, для того, чтобы правильно восстановить двигатель. Очень бережно. Обороты держат достаточно хорошо. Продолжение следует...